МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире тележурнал «Чего хотят женщины». И в нашем новом выпуске мы хотим праздника. Вроде бы недавно отмечали, скажут некоторые. А мы на это ответим, что праздников много не бывает. Как не бывает много хорошего настроения и ярких красок. Вот об этом сегодня и поговорим. А для начала вспомним о праздниках минувших, которые принесли море положительных впечатлений и позволили, что называется, войти во вкус. Хэллоуин традиционно отмечается в Америке и других англоязычных странах. Но с недавних пор триумфально шествует по свету, покоряя и нижегородские просторы. Вашему вниманию наши телезарисовки. Давным-давно, когда на американский континент еще не ступала нога западного человека, на территории современной Ирландии и Шотландии отмечали что-то вроде дня окончания сбора урожая. И в то же время мистический праздник Самайн. От него, вероятно, и произошел современный Хэллоуин. Самый страшный веселый праздник. Ночь с 31 октября на 1 ноября особенная. Древние кельты считали, в это время нужно держать оборону между миром нашим и потусторонним. Сегодня же устраиваются шумные костюмированные вечеринки с ужастиками, играми, гаданиями и, конечно, танцами. Ирландская культура, она сейчас очень популярна, она интересна, загадочна, она очень яркая. А самое главное, она очень близка русской культуре. У нас похожи праздники, у нас похожи танцы, у нас похожи кухни, похожи все самые интересные вещи в культуре. Нас объединяют, поэтому нам, как русский родик, хочется праздников посреди флора и мрачной осени. В древние времена кельты рассказывали во время Самайна о легенде старых времен, там, где уже погибшие герои совершали самые свои яркие поступки, подвиги. И отсюда пошла традиция рассказывать детям на ночь сказки, которая очень близка, соответственно, любым родителям, любому, кто из нас вырос на старых. Вообще-то Хэллоуин – это и есть такая страшная и веселая сказка на ночь. С людьми обычными смешиваются пришельцы из потустороннего мира или классических фильмов ужасов, вроде «Мумии» и «Франкенштейна». Мерцают огоньки свечей в тыквах, напоминая старинную легенду о Джеке, обманувшем самого дьявола, и древних поверьях о светильниках, помогающих душам найти путь в чистилище. Хэллоуин – экзотический, неоднозначно не всеми одобряемый. И все же для множества людей – праздник, повод собраться веселой компанией, нарядиться в костюмы, создать самые эпатажные экстравагантные образы, окунуться немного в сказку и потанцевать, зажигательно, задорно, прогоняя все злое и нечистое. Давно уже не было у нас праздников, следующий праздник – это Новый год. Нам хочется согреться, нам хочется собраться все вместе, хочется потанцевать, хочется съесть горячую пищу, чтобы согреться с холодной улицы, хочется поделиться какими-то радостями, хочется одеться, примерить на себя роль других героев, которые в жизни редко встречаются. Можно побыть кем угодно. КОНЕЦ 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 Хэллоуин – повод перевоплощения в кого-то совершенно необычного, возможность ненадолго сказать стоп прагматичной реальности и стать персонажем фантастической истории. Это очень увлекательно, и именно поэтому у театрализованных и костюмированных вечеринок все больше поклонниц и поклонников. Все мы, повзрослевшие девочки, когда-то примеряли мамины наряды, помады, перевоплощение – игра, в которую мы с удовольствием играем всю жизнь. А Хэллоуин – повод, чтобы поиграть с собственным обликом, так сказать, с размахом. Измениться до неузнаваемости нам, максималисткам-перфекционисткам, один лишь наряд не поможет. Хотя он очень важен, и без него подобной затеи можно и не заикаться. Супер-прическа и фейс-арт – вот что волнует воображение. Кто-то вверяет в себя заботе профессионалов, кто-то пробует работать с карнавальным образом самостоятельно. В любом случае, креативный макияж – нечто особенное. И попробовать что-то такое непременно должна каждая женщина, хотя бы ради новых впечатлений. И опять-таки все мы – повзрослевшие девочки. Да, креативный макияж – это действительно полет фантазии. Это намного интереснее, конечно, чем свадебные макияжи. Но я люблю рисовать все. Для этого хорошо иметь побольше косметики, аквагрима, теней различных цветов, и можно нарисовать. Визажист-стилист Нелли Шварц с удовольствием творит необычные сценические облики для костюмированных вечеринок, косплеев или тематических фотосессий. Наша модель Нелли Матрусова превратится в сломанную фарфоровую куклу. Образ нежный и одновременно пугающий. Белым карандашом намечается будущая трещина. Спонжем накладывается художественный грим, уплотняется текстура тоном для лица соответствующего оттенка и закрепляется белой пудрой. Далее в дело идет черный карандаш. Прорисовываем трещинки и растушевываем для придания реалистичности. Глаза должны завораживать. Кукольность подчеркнуть ярко-синие линзы и накладные ресницы. Причем интересный момент. Нижние наклеиваются гораздо ниже линии век. А затем, чтобы завершить мейкап нашей фарфоровой героини, нужны тени, румяна и помада в роковых красных тонах. У игрушечных барышень пухленькие капризные губки. Соответственно и отчеркнем линию губ. Часть лица Нелли оставляет непрорисованной для усиления драматического эффекта. Каждая кукла может ожить. Образ, который создает Нелли – фантазия, импровизация. Но оказывается, визажисты сегодня вполне могут говорить и о моде на те или иные образы для вечеринок. Для Хэллоуина сейчас очень популярный сахарный череп. Это такой макияж, связанный с Днем мертвых. В Мексике проходит такой праздник. Все лицо разрисовывается, очень красивый череп. Там можно рисовать цветы, различные узоры, украсить стразами, добавить ресницы, цветов на голову. Очень красиво смотрится. Да, праздничные перевоплощения становятся все актуальнее, уверенно занимая место в ряду современных традиций. Вот наша кукла готова и уже разбита. Специально для выхода свет. А может и в тьму. Хэллоуин прошел. Но всего полтора месяца остается до Нового года. Уж это точно всеми любимый праздник. Как вам идея новогоднего карнавала, чтобы снять напряжение и забыть все проблемы? Очень важно уметь радоваться и придумывать что-то для веселья. Те, кто обладают этим искусством, никогда не жалуются на скуку и отсутствие ярких событий. Для всех, кто неравнодушен к моде, дизайнерские показы всегда радостные и долгожданные события. Такими стал недавно прошедший в Нижнем Welcome to Fashion, представляющий молодых дизайнеров. Яркая демонстрация коллекции сценических и повседневных ансамблей. Билья для особых случаев. И свадебных платьев. Плюс профессиональный свет, звук и элементы шоу. Плюс живая и непринужденная атмосфера клубной вечеринки. Вот рецепт настоящего фэшн-праздника. Праздника для всех, кто желает создавать для нас что-то новое, модное и востребованное. Мы собираем всех-всех-всех творческих людей Нижнего Новгорода и приглашаем к общему делу. Создаем очень красивый сказочный праздник. Помимо основных коллекций дефиле, как на других показах моды, мы хотим представить и фэшн-коллекции шоу-показы. То есть что-то необычное, что-то авангардное, что-то не такое, как у всех. Дело в том, что наш хореограф Яна Лебедева, мы ей очень гордимся, в течение долгого времени танцевал в шоу-балете Тодос. Поэтому все необыкновенные постановки – это, конечно, ее рук дело, но и нашего, собственно, творческого тандема. Фэшн-группа «Леди Кейт» демонстрировала наряды, совершая потрясающие хореографические связки на шпильках. И судя по тому, что их арт и дефиле было не единственным, можно говорить о новом тренде в фэшн-индустрии. Даже самый молодой дизайнер, 16-летняя Алена Стромова, подошла к показу своей коллекции как к синтезу искусств. Совмещение театра, совмещение хореографии, совмещение моды, и все это, соответственно, выливается в большие концертные номера, похожие на шоу-представления. Причем, когда она пришла в театр моды, она сказала, я никогда в жизни не выйду на сцену. И вот она здесь, причем в своей коллекции. Как тебе на сцене? Мне нравится. Внимание вообще просто шикарно. Творение рук дизайнеров дает фору массовым брендам, во-первых, по индивидуальности и неповторимости, а во-вторых, по качеству. Ведь это авторская, тщательная, часто ручная работа. И речь не только об одежде. Фэшн-показ – демонстрация модных образов, а значит, коллекции причесок и мейкапа. Например, «Война и мир» от парикмахера-визажиста Александра Махаловой. Мне нравится одевать девушек в красивой одежде. Нравится видеть девушек в моих платьях. Очень приятно, когда они оценивают. И, производя каждое платье, вкладываю кусочек своей души. Женственность, как всегда, в моде. И каждый модельер играет с ней по своим правилам. Нелли Матрусова предлагает подчеркнуть женскую утонченность искусно изготовленными корсетами. А дебютантка Мила Комарова призывает всех вспомнить о классическом силуэте песочные часы. Отличительной чертой нашей коллекции является тот момент, что она носибельная. То есть ее можно надеть как в предприятии, так и на гуляцию в современной жизни. Каждая девушка должна следить за модой. А если ты живешь в Нижнем Новгороде, то почему бы не поддержать своего гордых дизайнеров и носить именно их одежду, и тем самым пробегать ее дальше по России. Вот уже даже на репетициях, откроем небольшую, мы уже присмотрели пару вещичек, которые мы хотели бы приобрести. Думаю, приобрести, потому что нам очень понравились. Новые наряды – то, о чем сейчас следует думать. Ведь пора строить планы на новогодние праздники и каникулы. Одежда дорожная, если отправимся в путешествие. Модные туалеты для корпоративов и вечеринок. В чем будем эффектно выглядеть и комфортно себя чувствовать на зимней прогулке. Ощущать себя красивой и стильной совершенно необходимо для нашего хорошего настроения. Новый сезон – повод обновить гардероб. Женщинам современным, взыскательным и практичным адресована коллекция одежды «Осень-зима-2014» российского дизайнера Светланы Зотовой. Ее модели всегда отличают индивидуальный стиль и соответствие последним веяниям моды. Новая яркая коллекция, включающая несколько направлений, называется «Современное искусство». Для бизнес-леди – прямые прилегающие силуэты. Основное цветовое решение – бикалоры, сочетание не более двух контрастных цветов и минимум дизайнов. Благодаря этому одежда выглядит элегантно и дорого. В отделке деликатно используются вставки из кружевной сеточки и пуговицы-жемчужины. Линейка в стиле casual – нежная и женственная. Цвета здесь приглушенные. Оттенки серого, синего, кораллового и фиолетового. Еще имиджмейкеры рекомендуют смелые миксы из яркого жакета и контрастных темных брюк или юбку и джемпер с активным графическим принтом. Свободные раскрепощенные силуэты в ярких тонах – то, что нужно для уикенда. Никакого дресс-кода, экспериментируем, комбинируя. И особого внимания заслуживает коллекция везанного трикотажа от Светланы Зотовой. Интересные даже экстравагантные модели – кардиганы, шарфы, накидки в мягкой объемной шерсти в натуральных цветах. Представлены также остромодные квадратные платья и жилеты. В комплекте с шарфом, беретом и высокими перчатками-митингами завершенный великолепный образ. Познакомиться поближе с дизайнерскими моделями Светланы Зотовой вы можете в бутике «Вайвай» – торговый центр «Аврора», 1-й этаж. Телефон 8-902-307-77-14. Будьте красивы! Несмотря на стремительное развитие новейших технологий производства синтетических материалов, ни один материал, созданный человеком, не может повторить свойства 100% натуральной природной шерсти. Максимальное сохранение тепла, устойчивость к влаге – целебные свойства. Самая высококачественная овечья шерсть производится в Исландии. В ограниченном количестве выпускается элитная одежда, узнаваемая во всем мире благодаря традиционным благородным орнаментам. Свитеры, кардиганы, жилеты, яркие и красивые шапочки, шарфы, варежки. Легкие непродуваемые куртки с подкладом «Перматекс», в которых не страшны и 15-градусные морозы. Модели, достойные стать основой зимнего гардероба. Вещи, которые позволяют выглядеть невероятно стильно и чувствуют себя комфортно как в повседневной жизни, так и на загородном отдыхе и, конечно, на прогулке, катаясь на лыжах, коньках или просто играя в снежки. Шерстяная мода – это не только объемные свитеры, но и элегантные жакеты. Шерсть мериноса – это тонкие и мягкие вещи, удивительно приятные на ощупь. Настоящее произведение искусства со сложными узорами и ручной вышивкой для обладательниц безупречного вкуса. На пике популярности этой зимой – жакеты без застежки, альтернатива пиджакам. Сочетаются с платьем, блузкой или водолазкой и уместны как в офисе, так и на светском выходе. Элитную шерстяную одежду знаменитых брендов, великолепные приобретения и замечательный подарок эксклюзивно представляют салоны «Исландский трикотаж». Главный ярмарочный дом – Иванеева, 15. «Исландский трикотаж» – искусство дарить тепло. Дизайнеры, которые год сходятся во мнении, что без перчаток осенний зимний модный образ не будет законченным. И мы прислушиваемся к их советам, потому что хотим не просто держать руки в тепле, но и оставаться стильными и привлекательными даже в самые сильные морозы. Одной из самых востребованных моделей на подиумах были, есть и будут в ближайшее время длинные перчатки. Варианты из кожи и замши разных цветов всегда прекрасно сочетаются с основной одеждой либо с деталями и другими аксессуарами образа. Наравне с длинными популярностью пользуются и короткие модели – классические или приближенные к ним. Часто они декорируются интересными элементами от заклепок, шнуровки и молний до искусственных камней и пайеток. Если речь идет о вечернем аксессуаре, актуальная тонкая эластичная кожа, изящные рисунки, сеточки и кружево-ручной работы. Такие перчатки способны сделать образ. В тандеме с эксклюзивными перчатками великолепно выглядеть будет даже самое простое платье. По-прежнему прослеживается мода на байкерскую и спортивную атрибутику, в частности на перчатки без пальцев, что отлично сочетается с кожаной курткой или с легким коротким пуховиком. Если же обыгрывается образ элегантный, обратите внимание на кожаные модели с меховой отделкой. Натуральная кожа сама по себе материал яркий и богатый, а мягкий очаровательный мех делает изделие просто роскошными. Ну и, наконец, для желающих покрасоваться в зимние морозные дни и при этом не замерзнуть меховые рукавички. Стильно, необычно и очень комфортно. Перчатки европейского качества, фирменные зонтики, сумочки и другие всегда нужные аксессуары вы найдете в салоне кожаной перчатки Нобелинского, 49, где сегодня побывала наша съемочная группа. Загляните также в магазин на улице Комарова, 21. Продолжаем выпуск, который мы сегодня посвящаем праздникам и праздничному настроению. Полтора месяца до Нового года пролетят быстро, а у нас впереди масса дел, забот и идей, которые надо срочно реализовать. Желаем всем все успеть без спешки и суеты, чтобы 31 декабря не валиться с ног от усталости, как после бега на длинной дистанции. А главное в это время не терять этого вдохновляющего ощущения, предвкушения праздника и делиться им с близкими. Есть такое место, где всегда царит атмосфера праздника. Это цирк. Не сводят глаз с арены малыши и взрослые, мамы, папы, бабушки и дедушки с не меньшим удовольствием приходят сюда, чтобы окунуться в одно из самых ярких воспоминаний детства и завороженно наблюдать за представлением. Современное цирковое искусство – это ловкость, это сила, это прекрасный свет и звук. Цирковое искусство сегодня – это то, чем мы можем гордиться. 95 лет в этом году в системе Росгосцирка. И за 95 лет ни одна страна мира не может похвастаться такими достижениями именно в этом виде искусств, который просто называется цирк. Цирк – это хорошее настроение, феерия красок. Это потрясающие акробаты, эквилибристы, гимнасты, жонглеры, велосигуристы. И каждый номер, каждое выступление – великолепное шоу, вызывающее бурю аплодисментов. И взрывы смеха, если на арене – клоуны. Мои любимые артисты – это клоуны. На них очень смешно смотреть, они показывают веселые трюки. Ну и, конечно, нельзя не восхищаться поразительным мастерством дрессировщиков, заставляющим нас следить за номерами буквально затоив дыхание. Нарядные забавные обезьянки умиляют своими трюками, а огромные морские львы демонстрируют удивительную ловкость и грацию. Таких животных нет и в Крыму, и ни в одном дельфинарии мира. Это наши северные морские львы, я единственный, кто с ними работает. Они самые крупные из лостоногих животных морских. Самый крупный самец весит 1100 килограмм. Поэтому самые страшные, опасные, но самые обаятельные, талантливые и самые любимые – это морские львы. Уникальный аттракцион «Рок-н-ролл морских животных» лауреат множества цирковых фестивалей по всему миру, покорил зрителей. И не только мастерством артистов, но и их очевидной любовью к своей профессии и жизнерадостностью. Они слышат зал, как им аплодируют, как реагирует зал. Они где-то пытаются и со мной пошурчивать над этим. Например, у меня малыш, он после выступления знает, если он хорошо отработает, я зайду в клетку и буду с ним играть. Он очень любит, когда его обливают со шлангом. Он там крутится, и поэтому он старается. Цирк дарит неповторимое ощущение восторга и заставляет вновь и вновь удивляться безграничным возможностям человека, его фантазии, труду, энтузиазму. Вот почему посещение цирка всегда праздник. Нижегородский цирк представляет новую шоу-программу «Рок-н-ролл морских животных». Со 2 ноября представления идут каждую субботу и воскресенье в 13 и 17 часов. Билеты в кассах цирка. Телефон 246-40-00. И на кассир.ру. Телефон 428-99-99. Детям до 3 лет бесплатно. Ну что ж, дорогие дамы, наш совет дня – больше позитивных эмоций и впечатлений. Они необходимы для жизненного тонуса, особенно в это время, время перехода от осени к зиме. Будьте активны, восприимчивы, открыты ко всему новому и интересному. Праздничным может стать каждый день, ведь праздник – это состояние души. До встречи ровно через неделю. Всего доброго. До свидания. Стать обладателем элитной кухни из Италии более чем реально. Смена экспозиции в студиях мебели в Берлоне. Распродажа коллекции этого года. Скидка 70% в Берлоне. Если ваше хобби – сад, не спешите думать, что сезон закончен и расслабляться. Профессионалы и опытные садоводы со стажем знают, сейчас можно не торопясь со вкусом, а вдумать и планировать следующий дачный сезон. Даже подбирать и приобретать посадочный материал. Именно в ноябре в продаже в специализированных магазинах появляются совершенно свежие этого сезона семена. Ну а что касается саженцев, их можно заказать. Причем по фиксированной цене, что немаловажно сегодня, когда курс доллара не обнадеживает. А к сроку высадки получить в полном объеме качественный высокосортный посадочный материал плодовых и декоративных культур. Без долгих поисков и сложностей. Теперь такая услуга доступна нижегородцам и жителям области. Мы делаем предварительную запись на шикарные европейские розы из всемирно известных питомников. Это, например, всем известный питомник Остин, который представляет кустарниковые розы, шрабы. Замечательное цветение неповторимых оттенков и прекрасных ароматов. Эта роза одна из самых модных, самых популярных среди садоводов. Их не пугает даже высокая цена. Кроме того, у нас два замечательных питомника из Германии. Это роза Кордес, который в России себя прекрасно показал, зарекомендовал своей зимостойкостью, своим обильным цветением, обилием сортов различных расцветок. И роза Тантау тоже очень холодостойкая, замечательная. И там есть эксклюзивные сорта с прекрасными тоже расцветками, которых не встретишь больше нигде. И второй год мы будем привозить розы из Канады. Эти розы отличаются тем, что в нашей полосе они зимуют без укрытия. И для начинающих садоводов они просто находкой являются, я считаю. Роза, гортензии, рододендроны, садовая голубика и земляника, заказы на посадочный материал принимает Клуб природного земледелия «Сияние» на Большой Печорской 68 и в новом, только что открывшемся магазине на проспекте Ленина 58. И напомним, два раза в неделю Клуб проводит лекции и семинары по интересующих садоводов темам. Восстановление плодородия почвы, выращивание различных культур, цветоводство, садовый дизайн, планировка участка. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...